А вы когда-нибудь задумывались, как рождаются подобного рода деревянные столы? Как вырезаются их ножки? Как вообще происходит процесс производства? А вот я сегодня буду этому учиться. И учить меня будет Астемир. Здравствуй, Астемир. Здравствуй, Заня. Скажи, пожалуйста, чему ты меня конкретно сегодня будешь учить и с чего мы начнем? Ну, сегодня конкретно я тебя буду учить, как делать ножки для стола. Ножки для стола. Давным-давно резьба по дереву называлась резным делом. В наши дни древесина, несмотря ни на что, остается одним из основных рабочих материалов. И профессия плотника остается крайне востребованной. Для начала, с любого, начинается с эскиза. С эскиза. Да. Эскиз у нас уже нарисованный. Эскиз у нас уже нарисованный. Сначала придумывается эскиз, рисуется его. Ты его сам придумываешь, рисуешь. Да, я сам придумываю и рисую. Потом уже непосредственно готовый эскиз с помощью картки, вот она, крась, переносится с бумаги на дерево. На дерево. Как это происходит? Сейчас покажу. Вернется древесина. Древесина. А это что за дерево? Это бук. Берется бук. Берется бук. Карандашиком. Переносится. И последствия на сам бук. И с той стороны, она уже. Она отпечатывает рисунок. Вот таким образом. Да, и потом уже. Дорисовываешь? Да, уточняю. И потом уже переходим к станкам. К станкам. То есть на вот этих ты уже на рисунал? То есть уже перенес эскиз? Да, на этих уже эскиз перенес. Теперь на циркулярном станке мы отрезаем длину. Так. Потом уже лобзиком мы вырезаем сами узоры. Ага. Давай, пробивай. Пойдем учиться? Пойдем. Вот так ложим. И нужную длину отрезаем. Сейчас я включаю. Ага. Ручки не подносить туда. Ага. Подносить нельзя ручки. Подносить вообще нельзя. Без ручек можно остаться? Вот так, да. А, вот отсюда, да? Ага. Он отпилит. Я скажу, стоп. Остановишься. Не держит еще. Угу. Хорошо. Окей. Давай. Пробовай. Так, можем. Угу. Включаем. Внешне резьба кажется удивительно простой. Но выполнить ее качественно можно только освоив множество профессиональных приемов. Выключаем. Выключаем. Вот у нас длина уже готова. Вот у нас готовая дощечка. Все. Готовая к старту. Да. Стать ножкой для стола. Да. Все, теперь что делаем? Теперь идем. Оп. Так. Уберем столик, чтобы не дышал. Угу. Так. Вот это называется струбцина. Мы ей крепим. Как называется? Струбцина. Струбцина. Мы ей крепим вот так, чтобы у нас дочечка туда-сюда не ходила. Угу. На это похоже. Мясорубку так крепят обычно. Ну вот. Клобзиком мы вырезаем непосредственно сам контур. Контур. Да. Ну попробуй так чуть порезать. Ставишь и включаешь. Так. Аккуратненько. Очень интересно. Аккуратненько. Как же я это сейчас буду делать? Твоими ручками держи. Вот. И вот. Выберите. Вот чтоб ножка вот стояла. А вот так стояла. Обязательно. Хорошо. Чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть. О, на берегу все. Не-не, нормально. Давай, выделай, сюда менять. Дерево, прости. Опытные резчики могут работать с любой древесиной. Но начинающим рекомендуется использовать липу. Ее древесина довольно мягкая и, соответственно, легко режется. Ты подняла самобзи, поэтому ты даже дам. Подняла? Да. Господи, я его еле удержала. Он мне по руке бил больно, кстати. Потому что я подняла, да. Да, вот ножки не стояли. А, и поэтому здесь кривовато, да? Может быть. Может, а может, если... После того, как мы контур вырезали, непосредственно будем считать, вот контур вырезали, да? Мы опять-таки крепим. Крепим этим чудо-инструментом, который называется... Да, субцы, да. Убираем лобзик. Так. Вот так, закрепляем. Берем ножичек. Он называется косяк. Косяк. Да. Он называется косяк. Это называется стамески. Вот по... Стамески. Стамески. По круглую, ровную. Так. Чтобы удобно было, а не разные. Ну, аккуратненько. Чтобы пальчики были целы, срезаем. Так. Так. Вот так? Вот. Вот так? Ага. Аккуратнее. Аккуратно. Аккуратно. О, это не так сложно, если честно. Это полностью по всей форме надо пройтись? Тихо-тихо-тихо. По чуть-чуть, да? Да, по чуть-чуть. Тут дерево само крепкое. Обычно резьбу делают липу. Потому что липа очень мягкая древесина, ее как масло режут. А, да? А у вас не липа, да? Да. У нас бук, потому что я все заказы из бука делаю, он больше ценится у нас. Он крепче, да? Да, он крепче, он красивее. Ну, ленивые любят... У меня с памяти не очень хорошо. Что любят ленивые? Какую идею? Липа. Липа, вот. Так. Не, у меня реально получается... Ну, мне так кажется. Не, нормально. Так, краешка не иди, сейчас поранишься. Все? Да. Теперь, после того, как ножички... Ну, то есть, это нужно сделать по всему... Да, по всему... По диаметру. То есть, это нужно сделать... Обязательно, да. Чтобы форма красивенькая везде была, овальная. Так, а, ну, это до какой степени нужно делать? Ну, это все делается на глаз, когда уже привыкаешь, чтобы объем появился нужный. Ну, вот, например, здесь еще много надо делать, да? Да, это только начало. А, вот так. И сколько по времени занимает вот это дело на одну ножку? Вот именно ножика. Ножку можно за день сделать, если усердно трудиться и работать. А, вот так. Одну ножку за один день, только вот эта работа с ножиком? Да. Полностью готовую ножку можно за три дня сделать. За три дня? Да. Так, что мы делаем? Ну, вот, предположим, мы не успеем, да, сегодня за передачу это все сделать, поэтому... То есть, после... Вот если бы мы вот это все уже вырезали, что мы делаем дальше? Дальше. Ну, обратно. Не знаю. Так, и крепим уже опять другую ножку, следующую. Да, другую ножку. Вот эту. Она уже у нас дорезанная. Она у нас дорезанная. Вот, вот, крепим. Крепим, и что делаем? Вот, теперь это называется рашпиль. Рашпиль. Круглую. Да. Вот, 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 вот так. А, вот так. Да. Придаем уже более четкую форму. А, круглую? Да, круглую, которую ножиком... Закругленную, как правильно, ну, короче. Закругленную, которую ножиком очень трудно сделать. Ага. Попробуй. Вот так? Да. Ну, вот, честно, да, или... Ну, может, чуть-чуть сильнее надо, лёд. А, да? Да. Да. Астемир. Да. Скажи мне, пожалуйста, как давно ты пришёл в эту профессию? Ну, в эту профессию я учился в колледже культуры и искусств. И там у нас преподавали на втором курсе резьбу по дереву. Резьбу по дереву. Я на дополнительные задания... Занятия ходил, да? Занятия, да. Ходил преподавателю. Он меня всему обучил, сказал, что да и как, с какой древесиной лучше работать. Как, что... Вот это так надо было делать? Да, нормально. Так. Сколько ты там всего обучался? Ну, в три года от того обучался. И после колледжа уже я сам начал практиковать. Тут уже нужна практика, чтобы руки на битве были. Как в любом деле. Чтобы стать профессионалом, нужно практиковаться очень долго. То есть до сих пор, да. А рисовать, то есть... Ну, это все взаимосвязано. И рисовать, и... То есть если у тебя есть талант к резьбе, то, естественно, у тебя присутствует талант к рисованию. Ну, если честно, наоборот. Все начинается с эскиза. Да? Да. С рисунка, да. Ну, естественно, нужно рисовать. Да. Все, и резьба, и керамика, и любое направление в дизайне это... Это рисование. Да. Основа, основа. А дальше уже... То есть ты с детства хорошо рисовал? Ну, я с детства хорошо лепил, а рисовать я начал в колледже. Ну, раз ты лепил хорошо, то есть ты представлял себе, как это все делать, наверное, и рисовать тебе уже не сложно было научиться. Да, не очень сложно было. Такой человек не увлекался просто рисованием, а все время хотел только лепить. Лепить из пластилина? Да, из пластилина, из глины. Я ходил в кружок по лепке из глины. Круга, выход из-за, если слышали, я к нему ходил, учился. Ну, и уже потихонечку, потихонечку, одно за другим пришел к резьбе по дереву. И сколько лет уже этим занимаешься? Ну, сам уже этим занимаюсь три года. Очень нравится. Не скажу, что я уже все освоил. Тут все интереснее, великателее. Ну, естественно. Занимаешься каждый день. Одним и тем же. Да. Так, я что-нибудь сделаю? Тут чуть-чуть загрой, и все. Я боюсь просто, что я что-то нельзя делать. Не боюсь, ничего страшного. Это я специально подготовил для вас. Нужно портить, то есть, тут? Портить. Ты не сможешь, она слишком крепкая. Да. Ты не сможешь войти, чтобы не спорить так сильно. Понятно. Так. Так пойдет? Да. Дальше. Дальше. После того, как мы рашпильдом все это сделали, грубую сняли, ревизину, потом уже переходим, посредственно. На? Это как? Это называется в простонародье, как говорится, шкурка, наждачка и бумага. Вот так берешь и уже. То есть, затираем. Да, затираем, чтобы все было мягко. Мягко и мягко ровно, чтобы никаких завесенец, ничего не было. Вот, а я раньше все гадала. То есть, как приходит вообще к этому гладкому результат. Это вот таким образом, да? Оно уже гладко. А вообще еще долго так надо делать? Ну да, чтобы... Совсем гладко. Да, форма идя не только гладко, чтобы форма везде одинаковая была, чтобы никаких косяков не было. Пилают разные виды наждачной бумаги. Сначала жестко делаю, потом чуть мягко. И в самом конце вот нулевка называется. Ага. Ну, после этого уже, когда все четко нормально, вот, вот эта нальдачка. Все гладко? Да. Это уже следующий этап или это нулевка уже? Это нулевка, да, уже. Точно так же? Да. Распользуемся ей, да? Да, но она ничего так не шпулирует, а она чисто гладко и делает. Выглаживает, да, уже поверхность получается? Да, да. Чтобы в конце на ощупь было приятно. Угу. Совсем гладко и делилось. Да, да. Я не сделаю. Ничего себе. Вот, конечный результат. И это сделала я. Вот, чтобы вот так все гладко было. Да. Вот, все четко было. Вот, конечный результат, чтобы другой был. Вот такой должен быть, да? Ну, это, конечно, да. Это мы должны прям трудиться, трудиться. А вот эта часть, вот эта темная, потом куда девается? Вот там все светлое, как ты это счищаешь? Это все вот? Да, вот. А, это уже вот такие. Да, это уже вот такие. Вот такие. Это уже вот такие, да? Да, вот такие. Да, она светлая. Ставь. Чуть светлее, да. Да, уже светлее становится. Угу. Вот так потихонечку, потихонечку. То есть потом это вот всех сторон? Вот кроме той, которая будет... Где она будет? Вот здесь стоять? Да, вот она будет здесь стоять, а здесь будет крепиться столешница. И тоже должна быть ровная поверхность, да? Да, ровная, но она так не зашкуривается. И вот так особо не видно. Важно, чтобы она четко ровная была, чтобы... Чтобы столешница стояла ровно. А так вот все вот эти стороны, это все нужно будет проводить вот такую процедуру, естественно, гораздо кропотливее и серьезнее, чем я это делала. Ну, я старалась. Все очень прекрасно получается. Вот, что мы делаем дальше? Дальше. После того, как ножки готовы, будем считать, вот они готовы и так же, все четко готово. Мы берем столешницу. Это заранее подготовленную, да. А как вот это вот, как крепились, это я так полагаю? Это склеивание. Склеивание, как оно происходит? Это склеивание. Сначала берем, как мы делали на станках, заготавливаем, отпиливаем длину. Да, отпиливаем. Она прямоугольная сначала, да. Мы отпиливаем длину, диаметром, чтобы у нас круг получился чуть-чуть больше с запасом. Потом клея на фуговальном станке мы ровно делаем. Потом на струбцины не такие, а там другие струбцины, на которых мы склеиваем. А чем склеиваем? Клей ПВА или клей Берит называется. ПВА склеивает дерево? Вот настолько? Да. Там, где сочетается труд ремесленника с талантом художника, рождаются настоящие произведения искусства. Даже если речь идет о простой мебели. Как оказалось, Астемир не только мастерски работает с древесиной, но еще и с легкостью может слепить из глины или пластилина фигуру любой сложности. И как я выяснила, лепниной он начал заниматься с раннего детства. Ну, как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Астемир, скажи, пожалуйста, там у тебя орел стоит. Можно его посмотреть? Конечно, нужно. А его сюда можно? Конечно. Так. Скажи, пожалуйста, что это за орел и как ты его делал? Ну... Очень красивый. То есть это не цельный, да? Вот я вижу здесь шов. Не цельный, все то же самое, как здесь, но чуть-чуть сложнее. Ну, понятно. Значит, ну, все то же самое. Сначала на фабрифальном станьке все ровно делаем, потом склеиваем. Сначала приклеиваю туловище, отдельный брусок к этому. Потом уже непосредственно приклеиваю крылья. Сначала одно крыло. Скажи, ты сначала приклеил, а потом вырезал? Или сначала вырезаешь, потом приклеиваешь? Нет, нет, нет. Все приклеивается потом. А то по отдельной себе сидел, то можно ошибиться. То есть это, чтобы не ошибиться в пропорциях? Да, совершенно верно, чтобы не ошибиться в пропорциях. Это все делается. И непосредственно после приклеивания. Потом уже начинаешь вырезать чем? Ты уже попал? Да, сначала топориком, самую грубую работу. Потом это удобно. Эти все вещи делать полукруглой стамеской. Есть ровная стамеска, есть полукруглая. А это удобнее полукруглой. А ты уже закончил его? Нет. А покажи что-нибудь, как ты на нем делаешь. Ну, тогда мы сейчас лешенцу уберем, чтобы она не мешала. Давай я орла подержу пока. Да, он тяжеленький. Ничего страшного. Он мне нравится, поэтому не имеет значения вообще, сколько он весит. Вот такой вот орел. С хабеза. Чистая девочка залина. Ну, ничего страшного. А что ты будешь делать? Сейчас. Сколько у тебя заняла работы над этим орлом по времени? Ну, по времени. Ты, наверное, занимался им в свободное время, да? Да. То есть, все сложить, наверное, недели три, не меньше. То есть, если это посчитать как ежедневную работу, да? Да, ежедневную работу. С утра до вечера. От начала до конца, где-то месяц уйдет, наверное, на готовую работу. Да. Так. Вот. С томисочкой. Вот так делаешь. Если так просто упереться, а бук с слишком крепкой, если бы это была облипа, то прокатило бы. Так как бук – это очень крепкое дерево, обязательно вот так. Техника резьбы. Разная древесина, по-разному. Вот так, потихонечку, не торопясь. Так как уже тут тоненько стало, и она хрупкая, поэтому слишком надавливать тоже не войдет. Да. Вот так, медленно, не торопясь. Маленькими шажочками идем к совершенному орлу. А можно я поправлю? Конечно. Ой, оттуда все проще, как-то кажется. Вот так доставим, и стамеска самая делает, она острая. Наверное, она в твоих руках делает все сама. Моих что-то не очень хочет. Ну, да. Ну, это уже объемная резьба. На самом деле, неудивительно теперь. Ну, это объемная резьба. Что это занимает целый месяц. Это уже художественная керамика. А это что здесь изображено? Это нарт разрывает пасть дракона. Есть такая легенда. Я сначала почел книгу, узнал, что за легенда. Там дракон выпил всю воду. И нарт пришел, отрубил голову дракона и освободил воду. Ну, я решил, что отрубать голову дракону, это было неэстетично и неправильно. Поэтому... Поэтому ты решил ему разорвать пасть. Да. Ну, это как бы эскиз на готовой работе, а там уже это как бы мини-фонтан. А. А это эскиз? Это эскиз, да. А отсюда, то есть, вода льется. Как и должно было, по легенде, происходить. Да. Отлично. То есть, а есть в планах построить? Я уже мини-фонтан сделал, да? Он в колледже культуры и искусств хранится, мини-настольный фонтан. Там мини-насос внутри, который гоняет в воду. И, как и было задумано, из пасти дракона льется там вода. И так, это, да, макет для большого фонтана. Уличного. Уличного, да. Отлично. Астемир, что-то я... Какая-то ложка сегодня неравнодушна. Неравнодушна. Скажи, пожалуйста, если я вдруг решу когда-нибудь заниматься вот таким прекрасным делом, как ты думаешь, у меня получится? Да. Ну сколько хорошо я сегодня выполнялась? Очень хорошо справилась со всеми, да, со всем, что я говорил. Поэтому вести очень прекрасный речик получится, поэтому... Отлично. Мне очень приятно было. Кстати, мне еще приятно было познакомиться с распилем, с косяком, с табески и с вещью, похожей на мясорубку. На самом деле, очень увлекательная работа, очень интересная, я думаю, что заслуживающая большого уважения. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Я получила колоссальное удовольствие. Я тоже. Спасибо. Спасибо. Спасибо.